Я в этом ролике хочу начать разговор о том, как выстраивать отношения в паре. Я думаю, что мои слова найдут благоприятную почву. Кого-то вернут в семью, отвратят от неизбежных ошибок, помогут взглянуть на себя и на партнера со стороны. Конечно, это все довольно индивидуально и не напишешь какую-то таблицу умножения, которую вы подглядели и действуете так, как там написано. Нету такого строгого алгоритма. Но какие-то навыки, какое-то умение создать здоровый эмоциональный климат в семье, преодоление неких кризисов, наверное, необходимо узнать. Но прежде всего вы должны задумываться и в свой адрес, и в адрес своего партнера, а устойчивы ли черты характера у вас и у вашего партнера. Ответственны ли вы за построение семьи? Или развиты волевые качества личности? Посмотрите, как часто возникает безответственность, лень. Это тоже разрушает семью, наверное, даже не меньше, чем любовники или любовницы. А вот, когда вы вступаете в брак, вы задумывались, какой семейный сценарий у вас сложился в голове далеко-далеко в детстве. Когда вы подсматривали за родителями, за соседями или смотрите сериалы. И вы видите, что в этих семьях занимаются в основном перетягиванием канатов. То сексуальное манипулирование, откажу, не откажу. Или демонстративные приходы поздно, выпивши, даже пьяным. Или придирка по мелочам. Хотя, ну вот, есть общие тенденции, общий такой навык, чтобы выстраивать семейные отношения. Но я прежде всего хочу вам сказать, что есть два противоположных, но мифа. Что в пару должны соединяться люди, максимально похожие друг на друга. Иметь близкие черты характера, общий семейный сценарий, общие интересы, одинаковые убеждения. И это гарантия семейной счастья. Я не говорю, любовь тоже должна быть. Ох, я посмотрел. Такие гармоничные пары. На третий год секс на Рождество и Пасху. На пятый год измены. И чаще всего женщины. Но тогда другие говорят. Но лучше по принципу соединения двух взаимных, дополняющих половинок. Противоположные черты характера. Одного супруга уравновешиваются чертами характера другого. Да и это. Не гарантия семейного счастья. Я точно знаю, что гарантия семейного счастья, как это не банально звучит, это общий совместный труд. Вы скажете, да, жить надо, а не трудиться. Ну, я труд подразумеваю не копать и не закапывать. А в том, чтобы сохранять эмпатию, близость, если у вас была раньше любовь и страсть, я думаю, что это не тяжелая работа. Это как раз и есть принцип жизни. Что я под этим подразумеваю? Это прежде всего сочувствовать, сопереживать и входить в эмоциональный мир партнера. Иногда разделять его радости, хотя бы он не радостно. И делить с ним горость и переживания, и его неудачи. И тогда будут у вас общие победы. Вот она, эмпатия. Второе – это ежедневные коммуникации, какое-то сотрудничество, какое-то взаимодействие. Вместе мы посудим. Ну, опять же, я смеюсь. Что еще важно? Это быть терпимым и немножечко снисходительным, добродушным и отходчивым в ссоре. Но это же не враг ваш, чтобы я его додушу, чтобы он меня понял. А может быть, он просто не слышит вас. То есть вы должны быть великодушными и уметь идти к компромиссу. Но важно, чтобы не замыкаться вот в этом семейном кругу. У вас должна быть непредсказуемость, тайна своего поведения, когда вы имеете что-то в социуме. Ну и, конечно, семья – это готовность и ответственность к появлению детей, их воспитания, развития. То есть, вступая в семью, вы вступаете в новую, зрелую, социально-личную жизнь. Часто безответственность, инфантильность этих супругов, и мальчиков, и девочек, они не семью выстроили. Они живут в паре. Где? Доступный секс, какой-то уход друг за другом. Ну, кто-то сготовил, кто-то отвез на машине. Какой-то разговор. Он за компьютером, она за телевизором. Вот здесь нету такого внутреннего проникновения в мир друг друга. И распределением не только вот каких-то обязанностей, труда в семье, решением финансовых проблем, много всяких проблем. А это взросление, возмужание личности. Говорят, что тот, кто не был в семье, тот не взрослая личность. Тот, кто имеет хорошую семью с детьми, вот тот и состоялся как человек. Ну, помните, дерево, дом, ребенка, что еще там. Поэтому в основе построения семьи должно быть внутреннее согласие этих партнеров и выстраивание внешней границы вашей семьи от родителей, от друзей, от социума. Потому что только собственные правила вашей семьи, может быть, даже догматичны какие-то, они являются тем цементом, который соединяет вас. Поэтому я всегда советую договариваться на берегу и продумать каждый шаг. Ведь медовый месяц быстро заканчивается, а ролевая структура в семье, ну, как-то не сложилась у вас, потому что у вас не сложился семейный сценарий. Давно, в детстве. Поэтому, друзья мои, в этом ролике я вас мотивирую к тому, чтобы вы попробовали заняться со мной вот этим семейным сценарием. Хотя вы, может быть, прожили в браке 10-15 и больше лет. А некоторые браки каждый раз меняют. Говорят, я уже третий раз. И каждый раз удачно. И все по одному и тому же сценарию. Одни и те же грабли. Давайте-ка подумаем о семейном сценарии. Обратитесь ко мне по поводу того, что у вас в голове о семейном сценарии. Потому что то, что в голове, то, что дает подсознание, то воспринимаете вы. И транслируете на своего партнера, на детей. И вот здесь вы перетягиваете канат. В нашей стране это очень интеллектуальная игра по перетягиванию каната в семье. Начнем выстраивать семью. Семейный сценарий. Жду вас. Продолжение следует... Семейный сценарий.